Здравствуйте, меня зовут Евгений Шакиров, я приветствую всех наших подписчиков группы ВКонтакте и Фейсбук, также зрителей сайта 1обл.тв, и сегодня мы обсуждаем такую новую тему для банковской сферы, это показатель долговой нагрузки. Нам в этом поможет сегодня заместитель управляющего отделения Челябинск Банка России Наталья Кузьмина, очень приятно. Здравствуйте. Наталья Сергеевна, вот подскажите, показатель долговой нагрузки, что это такое вообще, что это за показатель, почему он возник? Да, действительно, с 1 октября Банк России ввел такие требования для банков и микрофинансовых организаций. При выдаче кредита они должны рассчитывать показатель долговой нагрузки, и при этом, если этот показатель превышает 50%, они должны будут формировать дополнительный запас капитала. Что такое вообще показатель долговой нагрузки? Это отношение среднемесячных платежей по всем кредитам и займам, которые есть у гражданина, к его среднемесячному доходу. Чем больше у вас будет долгов, тем, соответственно, доход будет оставаться прежний, тем будет выше показатель долговой нагрузки, и, соответственно, тем меньше возможностей получить кредит будет в банке микрофинансовой организации, либо этот кредит будет стоить дороже. Эти меры, в первую очередь, приняты Банком России как превентивные. Именно для того, чтобы сдерживать розничное кредитование в области наиболее рискованного кредитования, высокорискованного, которому, в частности, допустим, относится необеспеченное потребительское кредитование. Соответственно, мы надеемся, что эти превентивные меры приведут к тому, что, во-первых, со стороны банков будет более тщательная оценка заемщиков, и, соответственно, если даже они идут. То есть, в принципе, человек может получить с высокой долговой нагрузкой, сможет получить кредит, то есть запрета как такового нет. Но, естественно, что сделать это будет значительно сложнее, банки будут к этому относиться избирательно, то есть уже на их усмотрение. Но при этом они будут формировать запас капитала, и, естественно, что это в случае, если такого заемщика постигнет дефолт, то есть он не сможет обслуживать свои кредиты, то, соответственно, запас капитала банка позволит ему сохранить финансовую устойчивость при этом. Эти изменения, прежде всего, касаются банков или микрофинансовых организаций тоже? Они относятся как к банкам, так и к микрофинансовым организациям. Это очень важно, потому что и микрофинансовая организация, когда будет выдавать заем, будет вынуждена, то есть она должна будет обязательно посчитать этот показатель долговой нагрузки с учетом всех кредитов в банках, и наоборот. То есть банки также должны учитывать все займы, которые физическое лицо получило в микрофинансовой организации. Получается, что фундаментальная идея введения показателей долговой нагрузки, это прежде всего относится к тем людям, которые уже с такой богатой кредитной историей и с разнообразной кредитной историей. Безусловно, да. В первую очередь это коснется тех людей, у которых уже есть определенная долговая нагрузка. И мы надеемся, что когда такой человек будет обращаться в банк, он в первую очередь услышит, как выглядит, да, то есть какой у него настоящий момент показатель долговой нагрузки, если даже он не задумывался об этом. И я надеюсь, что эта информация будет поводом для размышления, стоит ли обращаться еще за одним кредитом, да, или за одним займом, или все-таки нужно подумать о своей финансовой дисциплине, о том, насколько человек вообще сможет обслуживать взятые на себя обязательства. То есть я правильно понимаю, что показатель долговой нагрузки, он будет виден клиенту, он будет понимать, как он сделан. Безусловно, да, Банк России рекомендует и банкам, и микрофинансовым организациям доводить эту информацию до тех граждан, которые обращаются за кредитом или займом. А откуда вообще появилась идея УЦБ именно введения такого показателя? Раньше было непонятно, непрозрачно, как банки ведут эту историю в отношении с заемщиками? Да, откуда появилась идея? Вопрос хороший, дело все в том, что сейчас темпы роста потребительского кредитования несколько опережают темпы роста доходов населения, и, безусловно, это не может не вызывать обеспокоенность, потому что мы понимаем, что все большая часть доходов населения идет на обслуживание кредитов, а это рано или поздно может привести к высокой закредитованности и негативно отразиться и как на банковском, и финансовом секторе в целом, поскольку это может привести к определенным проблемам финансовой усочивости, так, соответственно, и может отразиться в первую очередь на населении, которое будет лишено части своих доходов, то есть будет уменьшаться возможность потребления и так далее, может привести к социальной напряженности. Поэтому Банк России не дожидаясь, то есть на сегодняшний день мы, вот, допустим, если мы будем говорить про Челябинскую область, да, то у нас даже есть, если мы будем сравнивать на 1 сентября показатель просроченной задолженности по потребительским кредитам по сравнению с прошлым годом, да, то у нас даже на 2% пункта уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам уменьшился, то есть до 7%, но, тем не менее, мы не должны ждать вот этого кризисного момента и именно превентивно до наступления таких событий принимать меры для того, чтобы охладить этот рынок. А давайте вот прям конкретно разберем этот показатель. Это что? Это цифра, набор цифр, формула? Как она будет выглядеть и как она будет доноситься до клиента? И понятно ли она ему будет вообще? Я думаю, что она будет достаточно понятна, конечно, это математическая формула, но в основе, как мы уже с вами сказали, лежит два основных показателя, то есть берутся все те платежи, которые в настоящий момент совершает заемщик под своим обязательством, включая основной долг, проценты, просроченную задолженность и так далее. И учитывается, то есть рассчитывается отношение этого показателя к среднемесячному доходу. А среднемесячный доход, безусловно, он определяется, исходя из доходов, могут, если это, допустим, предпринимателю, у которого есть свой бизнес и в том числе дивиденды его учитываться, то есть другие виды доходов и пенсия здесь также будут учитываться и так далее. То есть, по большому счету, все зависит от тех документов, которые гражданин, обращаясь в финансовую организацию, будет предоставлять. Ну а, соответственно, информация о задолженности будет, ее будут получать банки и микрофинансовые организации с бюро кредитных историй. Просто хочу понять, то есть, когда они рассчитают всю эту формулу, клиент будет видеть просто по факту, может ли он еще взять дополнительный кредит или уже ему не дадут его, да? Ну, дело все в том, что да, вот смотрите, этот показатель будет в процентах, вот как мы сказали, если у тебя до 50%, да, то как бы считается, что этот риск умеренный, и ты, скорее всего, скажем, до этого уровня сможешь взять кредит, и тебе его с большой долей вероятности предоставят, если, ну, то скажем, все остальные документы в порядке. Если более 50%, то тут уже будет принимать решение банк, да, насколько его капитал и вообще его подход к оценке таких заемщиков, он удовлетворяет вот тем чаяниям, которые испытывает обратившийся заемщик. Поэтому, конечно, здесь уже на усмотрение банка, еще раз говорю, то есть, это не значит, что такой гражданин не сможет получить кредиты, но, как минимум, он будет уже понимать, что его долговая нагрузка, она достаточно высокая. Ну, получается, ранее банки, когда рассчитывали кредитный потенциал клиента, они это делали по-разному, исходя из каких-то своих личных убеждений, теперь будет формула идентичная для всех. Совершенно правильно, да. Если раньше кто-то из банков этот показатель рассчитывал, кто-то, так скажем, ну, разные методики действительно, кто-то не закладывал это в свои модели, да, кредитования, то сейчас этот расчет будет обязательен для всех. Соответственно, и отношение к заемщикам вот в этой части, да, в части оценки будет одинаковым. Но вот другое дело, что каждый банк будет для себя выбирать, хотел бы он обслуживать такого гражданина и при этом формировать дополнительный запас капитала, да, либо он не готов к этому. И тогда мы все-таки думаем, что это будет сдерживающий эффект иметь в кредитовании таких заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки будет более 50%. Мы надеемся, что вот как раз высокорискованный, потому что помимо показателя долговой нагрузки, также учитывается полная стоимость кредита. Мы знаем, что полная стоимость кредита, ну, то есть стоимость самого кредита, да, она как, она выше, чем, тем выше, чем более рискованный кредит. То есть самые высокие ставки мы знаем по необеспеченным потребительским кредитам. Соответственно, сочетание этих двух факторов, полная стоимость кредита, показатель долговой нагрузки и формирует, так скажем, портрет, и, соответственно, этот, под такой кредит будет создаваться дополнительный запас. Чем выше, тем больше запас. Наталья Сергеевна, подскажите, вот в Челябинское отделение, да, отделение Челябинск, Банка России, поступают ли жалобы от людей о том, что они не могут получить кредит, обращаются в разные банки и им отказывают. Вот как-то через вас вы можете повлиять на банки, можете действительно теперь их проверять при наличии вот такого показателя долговой нагрузки? Ну, к нам, безусловно, поступают различные обращения, в том числе бывают и такие, но здесь все-таки решение о выдаче кредита принимается исключительно банком. И Банк России не вмешивается в оперативную деятельность. Независимо, какой будет результат формулы. Абсолютно, да, абсолютно. Это исключительно компетенция банков и микрофинансовых организаций. Хорошо, но поскольку вы также встречаетесь с банкирами, да, они задаются разными вопросами по текущей ситуации у нас потребительским кредитованием, они что говорят, вот чувствуют ли они, что напряженность какая-то существует, именно экономическое сейчас у населения, и какую они модель поведения готовы выбирать. Ну, вот если мы говорим про Челябинскую область и с теми представителями банков, которые у нас здесь. Ну, я бы сказала, что региональные кредитные организации банки, да, и те банки, которые представлены у нас в регионе, ну, достаточно ответственно относятся к розничному кредитованию. Мы, конечно, видим, что портфель розничный, он растет. Растет, вот если мы будем говорить в целом по России, он, темпы роста более 20%, у нас он также в таком же диапазоне растет. Наша задача в следующем году, все-таки, Банк России хотел бы видеть эти темпы роста в пределах 10%. Вот, мы видим, что, в принципе, существует понимание со стороны банкиров к этому вопросу, но все же понятно, что более низкие темпы роста доходов, они беспокоят в том числе и финансовые организации, и в той или иной степени этот аспект они также учитывают. Но, действительно, здесь налицо разница подходов. То есть, понятно, что банки, которые ориентированы на розничное кредитование, они все-таки, так скажем, имеют определенные подходы, это их сектор, и здесь, конечно, вот мы думаем, что в первую очередь розничные банки обратят внимание на это нововведение и будут более продуманно подходить к выдаче. Ну, вот мы практически проговорили все про физлиц, а про юрлиц. Как они будут жить вот в этой реальности с показателем долговой нагрузки? Под них расчеты будут как-то видоизменяться? Нет, этот показатель вводится только исключительно для граждан, то есть физических лиц, юридических лиц. Это не будет касаться абсолютно. То есть, здесь все остается по-прежнему. Угу. Какие вот мы ожидания от ЦБ услышали, да, о том, что это может быть сдерживающим фактором? Какие еще надежды вот связывают с подобными нововведениями, когда банкиров пытаются вовлечь, ну, в такое максимально легальное поле и как-то их ужимать все их интересы и, соответственно, не разгонять ставки, которые они поднимают? Ну, вы знаете, в первую очередь мы надеемся, что эти нововведения со стороны Банка России, они, с одной стороны, все-таки повысят ответственность и со стороны банкиров, да, в отношении физических лиц, но мы надеемся, что наши уважаемые граждане, также получив информацию о своем показателе долговой нагрузки, будут более, ну, что ли, продуманно подходить к получению кредитов, займов и рассчитывать свои силы с позиции, насколько они смогут исполнять свои обязательства. Может быть, лишний раз нужно задуматься, да, и, соответственно, как-то поработать со своими доходами и расходами, а не обращаться за очередным кредитом. Хочется еще отметить, что если люди уже на сегодняшний день, да, то есть на момент введения этого показателя долговой нагрузки, допустим, уже находятся в трудной ситуации, и они не могут уже на сегодняшний день видеть, что есть сложности с обслуживанием кредита, то здесь, во-первых, Банк России предусмотрел возможность, нет требований к банкам рассчитывать показатели долговой нагрузки, если банк принимает решение о так называемой реструктуризации кредита, да, то есть когда условия кредита меняются в более благоприятную для заемщика сторону, то есть, допустим, сокращается размер ежемесячных платежей. То есть вот в таких случаях показатель долговой нагрузки не рассчитывается, и мы надеемся, что это позволит банкам идти навстречу таким заемщикам, но, безусловно, нельзя злоупотреблять этими вещами, да, нужно, как только вы чувствуете действительно у вас сложности, вы предпринимаете усилия для того, чтобы их решить, нужно как можно быстрее обратиться в кредитную организацию, договориться все-таки о каком-то этапе, в течение которого будет снижен размер ежемесячных платежей. Также еще хотела обратить внимание, что показатель долговой нагрузки не будет рассчитываться в отношении льготного кредитования, вот в частности, когда у нас есть программы льготного кредитования на образование, у нас есть программы льготного ипотечного кредитования, и еще я бы хотела сказать, что показатели долговой нагрузки не будут рассчитываться при использовании ипотечных каникул, которые установлены законом. Ну и так, эта льгота не может дополнять другую льготу. Да, немножко у нас времени остается, а последний вопрос, да давайте проговорим цифры, статистика, насколько у нас сейчас население закредитовано, вы уже начали немножко об этом говорить, ну и в картине всей России, как наш субъект выглядит? Ну, я хочу сказать, что на сегодняшний день кредитный портфель розничный именно по потребительскому кредиту в Челябинской области составляет 218,6 миллиарда рублей, при этом он вырос за последний год на 22%, но, как я уже отметила, просроченная задолженность снизилась почти на 5%, составляет 15 миллиардов рублей, То есть доля просроченной задолженности, она составляет 7%, что ниже на 2% пункта, чем показатель на 1 сентября 2018 года, в целом мы, так скажем, ну, занимаем средние позиции в России, поэтому наша область, ну, так скажем, как среднероссийский показатель Ну, и надеемся, что люди продолжат рассчитываться по кредитам, а не будут копить эти задолженности, и сегодня мы говорили о показателе долговой нагрузки, это нововведение вот с 1 октября уже вовсю действует, уже неделю как, и об этом мы говорили с заместителем управляющего отделения Челябинск Банка России, Натальей Кузьминой, меня зовут Евгений Шакиров, всем спасибо большое за просмотры. Спасибо.